Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Умное Здоровье и это пилотный выпуск о том, как в домашних условиях при помощи народных средств избавить себя от мучительного насморка, а также за короткий период времени забыть об отеке слизистой и воспалительных процессах вашего дыхательного инструмента. Для этого мы представляем три часто применяемых на нашей кухне продукта, которые готовы прийти к нам на помощь не только во время приготовления пищи, но и во времени дуга в качестве чуда-целителей организма. Рецепты их использования довольно-таки нехитрые, что обеспечивает нам минимум усилий и максимум результата. Наш первый надежный спаситель – это чеснок. Нарезав чеснок на пластинке, можно использовать его в качестве ингаляции, аккуратно вставив по одной пластине в каждый носовой проход. Такой способ, конечно же, не подойдет для очень чувствительной слизистой носа или для младших домочадцев. В такой ситуации можно просто оставить пластины на блюдце и проводить ингаляцию без физического контакта с чесноком. Есть еще один вариант – более щадящий и удобный. Чесночное масло, которым нужно смазывать носовые пазухи изнутри трижды в день. Для его приготовления потребуется разогреть обыкновенное подсолнечное масло и добавить туда один зубчик чеснока. Важно, чтобы зубчик провел в масле примерно сутки. После этого можно применять это замечательное средство. Вторая героиня, действующая более мягко, нежели чеснок – это свекла. Для ее использования в лечении нам нужно добыть свекольный сок. Сделать это очень легко, вооружившись теркой, марлей и силой рук, или прибегнув к помощи соковыжималки. Потребуется несколько часов для того, чтобы он настоялся. После чего мы можем разбавить одну столовую ложку сока с чайной ложечкой воды. Для обогащения готового раствора добавляем 1 треть чайной ложки меда, если на него, конечно же, нет аллергии. Каждые 2 часа средство можно использовать в виде кабель для носа. Для того, чтобы применить сок свеклы в виде компрессов, нужно разбавить его с водой один к одному, смочить в растворе ватные тампоны и вставить в каждый носовой проход на полчаса. Третий доктор уверяет, побороть и изгнать насморк всего лишь в течение суток вовсе не проблема. Обыкновенный репчатый лук способен противостоять ему, превратившись в компресс, для приготовления которого нам необходимо мелко натертый лук поместить в салфетку и приложить снаружи к носовым пазухам на 15 минут. Чтобы наш герой сумел выполнить свою миссию в виде капель для носа, нам нужно извлечь его сок и разбавить чистой водой, которой должно быть ровно в 3 раза больше. Для того, чтобы усилить лечебный эффект, можно, как и в рецепте капель со свеклой, добавить мед, но обязательно в количестве равном соку репчатого лука. Применять такое средство нужно 3 раза в сутки. А на этом сегодня все. С вами был канал Умное Здоровье. Подписывайтесь, ставьте лайки и пусть прекрасное самочувствие не покидает вас. Всем пока!